МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Октябрьского района не рассчитал силы, употребляя спиртное. Обслужили не первым. В Мозырьском магазине мужчина поругался с посетителем и избил продавцов. Попал под статью. Житель Мозыря более 15 лет хранил в гараже целый арсенал времен Великой Отечественной войны. Пограничной заставе Глыбодская 6 лет. Чем уже можно гордиться и как проходят будни пограничников? В репортаже Вероники Гамзюковой. О ситуации на границе, выявляемых нарушениях, задачах и планах Гомельской пограничной группы поговорим с начальником управления охраны государственной границы Гомельской пограничной группы Евгением Гоманом. Начнем, как обычно, с того, что произошло в Гомельской области за неделю. О том, что около дома на улице международная молодежи распивают спиртные напитки, сообщили жители. Для проверки информации на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе личного обыска у одного из парней нашли небольшой бумажный сверток. Внутри измельченное растительное вещество зеленого цвета. Недалеко от места, где проводили свободное время молодые люди, правоохранители обнаружили приспособление для употребления наркотиков. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, марихуаной весом около 1 грамма. Следователями дана правовая оценка действиям 18-летнего юноши. Возбуждено уголовное дело. Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах в пойме реки Припять. Когда спасатели прибыли к месту вызова, мужчины находились по шею в воде и самостоятельно выбраться на берег уже не могли. Выяснилось, что один из них в состоянии алкогольного опьянения пошел в воду и застрял. Второй мужчина, услышав крики о помощи, бросился спасать товарища и сам оказался точно в таком же положении. Работники МЧС и Освод спасли их и доставили на берег. Мужчина смотрели медики, госпитализация им не потребовалась. 2 августа в Мозере при помощи гидравлического инструмента спасатели освобождали ноги мальчика, застрявшие в металлической решетке окна подвала. Играя, ребенок неожиданно для себя оказался в ловушке. Операция прошла успешно, медицинская помощь мальчику не понадобилась. А несколькими часами позже спасателям из Гомеля поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении ноги ребенка, застрявшей в колесе велосипеда. Работниками МЧС при помощи гаечного ключа колесо было снято и нога ребенка освобождена. После осмотра врачом медицинской службы областного управления МЧС ребенок был доставлен в Гомельскую областную детскую клиническую больницу. В субботу 1 августа в областную больницу с остановки общественного транспорта стадион «Гомсельмаш» по проспекту космонавтов в Гомеле с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был доставлен 38-летний житель деревни Любань Октябрьского района. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что травму он получил при падении Славочки на остановке. Сейчас мужчина госпитализирован и проходит курс лечения. В прошедшие выходные дни сотрудниками госавтоинспекции области было выявлено 25 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 80 водителей, которые сели за руль транспортного средства, не имея на то права. Также на территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы и 1 человек погиб. Смертельное ДТП произошло 2 августа примерно в 10 вечера на автодороге Будокошелева у Варовича-Калинина. 55-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем такси ВАЗ, двигался со стороны города Будокошелева в сторону городского поселка Уваровичи и в пути следования совершил наезд на 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП следственным комитетом возбуждено уголовное дело, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ задержан. 3 июля в районе 11 часов произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В деревне Хальч водитель грузовика МАЗ из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с легковым автомобилем Форд, который осуществлял поворот. От удара машина вылетела на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с грузовиком Форд Транзит. В результате легковой автомобиль отбросило на обочину, а водитель оказался зажат в салоне. Мужчину деблокировали вызванное на место происшествия спасателей и доставили в больницу. На пожаре в Гомеле соседка спасла двух несовершеннолетних детей. ЧП произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Владимирова. Когда спасатели прибыли на место, из окна шел дым. Хозяин квартиры с признаками алкогольного опьянения занимался тушением тлеющих постельных принадлежностей ванной. В ходе разбирательства установлено, что запах дыма почувствовала соседка. В подъезде она услышала звук пожарного извещателя и начала стучаться в соседнюю квартиру. Хозяин открыл дверь, после чего женщина забежала внутрь и вынесла из квартиры двух мальчиков. Один из них стоял на полу, второй лежал в детской кроватке в соседней комнате. Дети госпитализированы. Пожар ликвидирован хозяином до прибытия сотрудников МЧС. В результате возгорания повреждено имущество в квартире. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. В Мозрисском магазине мужчина поругался с посетителем и избил продавцов. Сразу после открытия торговой точки 50-летний мужчина стал в очередь вместе с другими посетителями. Когда продавец начала обслуживать другого покупателя, Мозырянин посчитал это несправедливым и устроил скандал. Сначала выразил недовольство клиенту, а затем набросился на продавцов. В результате потасовки мужчина нанес несколько ударов женщинам. Но им удалось закрыть на замок двери магазина и нажать тревожную кнопку. Через несколько минут дебошира задержали сотрудники департамента охраны. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Житель Мозыря, занимавшийся раскопками в местах ведения боевых действий, более 15 лет хранил в гараже целый арсенал времен Великой Отечественной войны. В ходе санкционированного районной прокуратурой осмотра недвижимости Мозырянина в гараже была обнаружена коробка. В ней находились газовый пистолет, револьвер, две гранаты F1 без запалов, пистолет-пулемет MP38 немецкого производства и патроны различных калибров. Мужчина пояснил, что нашел оружие во время раскопок много лет назад, очистил от ржавчины, доработал элементы конструкции и хранил для себя как реликвию. Следователями будет дана правовая оценка его действиям. Ловушки природные и рукотворные. В них мы попадаем ежедневно, иногда по собственной беспечности и легкомыслию, часто по недосмотру или неосторожности. Как оказывается помощь людям, попавшим в безвыходное положение, в нашем следующем сюжете. 1 августа сразу два происшествия на воде могли закончиться весьма печально. Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах в пойме реки Припять. Когда спасатели прибыли к месту вызова, мужчины находились в воде по шее и самостоятельно выбраться на берег не могли. Выяснилось, что немногим ранее один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в воду и застрял в вылистом грунте водоема. Второй мужчина, услышав крики о помощи, бросился спасать товарища и сам оказался точно в таком же положении. Изначально нахождение в воде не особо чревато какими-либо последствиями. Однако не следует забывать, что даже в данный период лета температура воды может опускаться до 10 градусов. А это уже может способствовать переохлаждению организма. А последствия переохлаждения организма могут быть различными, начиная от легких респираторных заболеваний, верхних и нижних дыхательных путей, вплоть до смерти. Совместная бригада из работников МЧС и Освода доставила потерпевших на берег. Аналогичный случай, но уже с детьми и в этот же день, произошел на реке Днепр Жлобинского района. В 21 час 40 минут на спасательную станцию от местного жителя поступил звонок о том, что в пойме реки Днепр раздаются детские крики о помощи. По данному сигналу немедленно вышел спасательный катер с работниками станции. И в темное время суток были обнаружены два подростка 10-12 лет, которые стояли по грудь в воде и самостоятельно не могли выбрать из-за состояния дна той местности, где они находились. Они были извлечены из воды, доставлены на спасательную станцию, оказана первая помощь, обогреты и переданы их родителям. Но не только природа создает ловушки, в которые попадают люди. У многих еще свежо в памяти несчастье, которое произошло 6 лет назад в весеннем утром. В тот злополучный день, пока мужчина выбирал товар на мини-авторынке в Гомеле, его сын отправился гулять по территории. Отец увлекся и не заметил, куда пошел ребенок. Начал его искать. На поверхности воды в очистном коллекторе плавала шапочка мальчика. Прибывшие водолазы МЧС подтвердили самые ужасные опасения отца. Тело ребенка нашли на дне очистных сооружений. Коллектор был сверху просто прикрыт неподходящими по размеру щитами. Ребенок наступил на один из них и провалился. А это кадры, снятые в одном из российских городов. Ребенок, отбежав несколько шагов от мамы, наступает на люк и проваливается. С помощью прохожих матери удается поднять ребенка на поверхность. Жительницу агрогородка Еремина Гомельского района доставать из колодца пришлось спасателям. 19 июня этого года женщина шла по полю и провалилась в открытый люк. С травмами она была госпитализирована в областную больницу. В конце июня этого года в Ашмянском районе Гродненской области двое школьников оказались под обрушившейся стенкой котлована, где люди брали песок. Спасатели откопали детей, но было уже поздно. Перечень чрезвычайных ситуаций, в которых может оказаться человек, попав в безвыходное положение, можно продолжить. Это и тонкий лед на водоемах, и заброшенные здания, и несчастные случаи на производстве. Большинство из них можно предотвратить, соблюдая элементарные правила безопасности. Как показывает практика, осторожность, бдительность и внимание в любых жизненных ситуациях смогут сохранить и саму жизнь, и здоровье вам, и вашим близким. Исполнилось 6 лет со дня основания пограничной заставы «Глыботская». С первого выхода пограничного наряда задержано более сотни нарушителей границы. Пресечены попытки незаконного перемещения товаров. Сегодня застава оборудована по последнему слову техники, которая постоянно совершенствуется. В этом убедилась наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Первый пограничный наряд заставы «Глыботская» заступил на охрану государственной границы 1 августа 2014 года. Сегодня здесь установлен стационарный пост технического наблюдения «Рассказ», который оснащен тепловизором и радиолокационной станцией. Все технические средства объединяет автоматизированная система, которая и обеспечивает контроль за развитием ситуации на границе. На сегодняшний день пограничная застава обеспечена всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы. Также проводится комплекс мероприятий по инженерному оборудованию участковой государственной границы. На сегодняшний день проведен очень большой объем работ, в том числе и военнослужащими пограничной группы. На пограничной заставе «Глыботская» служат солдаты-срочники и контрактники. Они регулярно тренируются в учебном городке. На этой площадке можно проходить полосу препятствий и изучать следы нарушителей. Итог такой практики – хорошие показатели. Только за последний месяц военнослужащие пресекли две попытки пересечь границу в обход пункта пропуска. Всего за последние шесть лет пограничники задержали более сотни нарушителей и неоднократно пресекали попытки незаконного перемещения товаров. В этом пограничникам помогают и служебные собаки. Собаки нужны, в первую очередь, для того, чтобы преследовать нарушителя. Ну, так в основном, как бы, поиски предметов на местности, в помещениях. Ну, в основном собаки берут на себя всю розыскную службу. На нашей заставе четыре собаки. Из них две розыскные, одна щенок еще маленькая и одна сторожевая собака. Никакой прибор не заменит именно нюх служебной собаки. Потому что природные навыки намного лучше, чем какие-то приборы машины. Машина может выйти из строя в любое время, собака никогда не подведет. Тренировки собак планируются и корректируются в течение месяца. Кинологи берегут своих воспитанников. Например, в жару стараются не нагружать их работой, а проводят вечерние или ночные тренировки. Этот костюм весит примерно 20 килограмм. В нем очень жарко, но именно в такой защитной одежде и тренируют пограничных собак. В работе служебный пес всегда рядом со своим кинологом. Подбирают пару тщательно. Четвероногие пограничники человек должны подходить друг к другу по характеру и темпераменту. Хорошей проверкой для такой пары становятся соревнования. Начальник службы собак пограничной заставы Глуботская Виктор Иванов вместе с Ульритой работает уже почти 4 года. Высокие навыки начали показывать еще в годовалом возрасте, когда заняли первое место на соревнованиях среди подразделений. Нарушителей задерживала неоднократно. Как итог, на международные соревнования в том году ездила. На пограничных заставах чаще всего используются бельгийская и немецкая овчарка или метисы этих пород. На службу пес может поступить не раньше 8 месяцев. Все зависит от его подготовки. Одна собака будет готова работать в 10 месяцев, а другая не раньше года. Немецкая овчарка Хоста только недавно начала нести службу. Приехала она сюда в 3 месяца и уже год работает с кинологом Владиславом Зубовским. По темпераменту она у меня очень игривая, веселая собака. Как-то мы с ней совладали уже, нашли общий язык. Недавно ее перевели со Стреевой на разыскную собаку. Пока у нас задержаний с ней, к сожалению, не было. Но я думаю, в будущем будут и неоднократные. Тренировкам подается она легко. Мы нашли с ней общий язык сразу же. Но главное, могу сказать, что любовь к собаке, желание и терпение. Самое главное к собаке – это терпение. Когда она игривая, тут главное терпеть и пережидать. Вот есть некоторых моментов неудачи. Все равно нужно терпеть и терпеть. А через один, через два раза все получится у собаки и у кинолога. И будет сложно расставаться с ней. Скоро уже демель, поэтому сложно будет уходить. Это самый будет сложный день, это как раз-таки последний. Будет сложно. Ей будет плохо и как раз-таки у нее. Кинологи с собаками патрулируют окрестности. А потому пересечь рубеж и остаться незамеченным не удастся никому. Служебные собаки способны учуять след нарушителя в течение нескольких часов. Обмануть их сложно. Человек может ходить кругами, но пес выберет самый свежий след и приведет кинолога прямо к нарушителю. Вероника Гомзюкова, Александр Харлампов, специальная программа «Де Факто». О ситуации на границе, выявляемых нарушениях, задачах и планах Гомельской пограничной группы прямо сейчас в студии программы «Де Факто» поговорим с начальником управления охраны государственной границы Гомельской пограничной группы Евгением Гоманом. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие нарушения чаще всего пресекают военнослужащие Гомельской пограничной группы в пунктах пропуска и на государственной границе? Говорить, какие и как часто пресекаются нарушения границы, будет не совсем корректно, ввиду того, что на любую противоправную деятельность на государственной границе большое влияние оказывают как внутренние, так и внешние факторы. Так, допустим, за 7 месяцев текущего года на участке Гомельской пограничной группы были задержаны более 250 нарушителей законодательства государственной границы. В 16 случаях были пресечены попытки перемещения товара в материальных ценностях через границу, а также в двух случаях были выявлены наркотические средства, психотропные вещества в пунктах пропуска. Самая такая свежая попытка нарушения, это была у нас в конце прошлого месяца, гражданка Швеции попыталась пройти пограничный контроль в пункте пропуска Новая Гута, но ввиду отсутствия у нее визы Республики Беларусь, ей было отказано. В последствии чего она попыталась нарушить государственную границу в обход пункта пропуска и была задержана непосредственно на участке зеленой границы. Также немаловажными нарушениями на государственной границе является нарушение правил пребывания на территории в пределах пограничной зоны, в пределах пограничной полосы. Также очень много выявляется нарушений нашего законодательства. Украина сняла карантинные ограничения, для беларусов сейчас горит зеленый свет. Но какие последствия грозят тем, кто, например, решил съездить в Чернигов с целью шопинга? Да, действительно, с 1 августа Украина отменила прохождение самоизоляции, но хотелось бы напомнить, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь, граждане, которые въезжают на территорию Республики Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязаны пройти самоизоляцию в течение 14 календарных дней. Перечень этих государств, они Министерством здравоохранения ежедневно актуализируются, уточняются, и эту информацию можно найти на официальном сайте через сети интернет. Из сопредельных с Республикой Беларусь государств, Украина, она не исключена из перечня данных государств, поэтому гражданин, если решил съездить с целью шопинга в Чернигов, то по возвращению домой обязан пройти самоизоляцию в течение 14 календарных дней. Также хотелось бы отметить, что граждане, которые прибывают транзитом со стороны, где зарегистрированы случаи COVID-19, они при прохождении пограничного контроля, пограничнику должны показать подтверждающий документ о том, что он прибыл транзитом, допустим, с Украины. Ну, рассмотрим пример живой. Гражданин прилетает с Египта в Украину самолетом. Дальше он следует автомобильным транспортом к нам, к себе домой в Республику Беларусь. На входе пограничного контроля ему достаточно будет показать билет авиакомпании, о том, что он транзитом, и он, соответственно, освобождается от прохождения самоизоляции. Где можно почерпнуть информацию об обстановке в пунктах пропуска? Информацию об обстановке в пунктах пропуска можно получить в управлении пограничного контроля Гомельской пограничной группы, а также прибыв лично по адресу город Гомель, улица Борисенко, 20, а также по телефону 53-71-23. Пожалуйста, обращайтесь, работаем с 8.30 до 17 часов ежедневно. Вопрос о пребывании в пограничных территориях всегда волнует население. Расскажите, пожалуйста, изменились ли правила нахождения в подобных зонах контроля? Как таковые правила, они в последнее время изменений не претерпели. Но если вот так напомнить, то для нахождения в пограничной зоне гражданину Республики Беларусь необходимо с собой иметь документ, удостоверяющий личность. Паспорт в том числе упорядочили, это можно иметь, также предъявлять водительское удостоверение, служебное удостоверение, которое выдается госорганам. Но хотелось бы напомнить, что пенсионное удостоверение, студенческий билет, они не относятся к данным перечим документов, на основании которого можно было спокойно находиться в пограничной зоне. Для нахождения в пограничной полосе, помимо данных документов, необходимо еще иметь пропуск, который выдается органами пограничной службы. Данный пропуск можно получать непосредственно в городе Гомеле по улице Борисенко, 20, а также можно заказывать через единый портал электронных государственных услуг. Тем самым мы тоже упростили для получения пропуска. Также в настоящее время прорабатывается вопрос на уровне Госпогранкомитета о переходу на электронные пропуска. Тем самым мы еще больше упростим для лиц, которые имеют намерение посетить пограничную полосу. В Гомельской пограничной группе образованы новые структурные подразделения. Пожалуйста, расскажите о них подробнее. В 2019 году на участке Гомельской группы были сформированы три подразделения. Маневренная группа, резервная застава, а также пограничная застава Семеновка. В текущем году сформированы и приступила к охране границы пограничная застава Ходники. Особенностью данного подразделения является то, что охрану государственных границ осуществляют на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Соответственно, личная застава и личный состав оснащены техническими средствами охраны границы, специальной автомобильной техникой, обмундированием специальным, приборами радиационного контроля, которые позволяют успешно выполнять задачи по охране белорусских рубежей на территории заповедника. Какие планы по дальнейшему совершенствованию охраны границы стоят перед гомельскими пограничниками? В пограничной группе проводится плановая работа по повышению плотности охраны границы на участки ответственности. Работа направлена, в первую очередь, на увеличение штатной численности подразделений, которые непосредственно охраняют границу, и его техническое оснащение. Что касается еще в этом году, у нас планируется выставление пограничной заставы диражащей, это на территории Лоевского района, тем самым мы увеличим плотность охраны границы на речном участке. Евгений Николаевич, благодарю вас за конструктивный диалог. Спасибо, до свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий со всего мира. В объектив камер попал геройский поступок ребенка. Инцидент произошел в одном из частных отелей в Крыму. На записях с камеры наблюдения видно, как пятилетний мальчик катался на самокате, упал в бассейн и начал тонуть. Это увидела семилетняя девочка Дарья, которая находилась рядом. Она незамедлительно прыгнула в воду прямо в одежде, подтолкнула малыша к бортику бассейна и спасла ему жизнь. На помощь подбежали взрослые, которые помогли детям выбраться и оказали первую помощь пострадавшему. К счастью, он отделался лишь легким испугом. Специалисты регионального МЧС готовят документы для награждения девочки-героя. В центре внимания авторов следующего видео попал московский асфальт. На проспекте маршала Жукова провалился грунт. Он просел на площади около пяти квадратных метров. Очевидцы сняли случившееся на камеру. На кадрах можно увидеть, что повреждены оказались две полосы. Причина провала – строительные работы, которые проводились рядом с местом аварии. В результате ЧП никто не пострадал, но для безопасности был перекрыт большой участок дороги. Следующее видео про массовое ДТП в Челябинске. Момент происшествия запечатлела камера домофона. Автомобиль марки «Ситроен» протаранил несколько машин, которые были припаркованы во дворе дома на улице Салавата-Юлаева. По словам очевидцев, водитель был пьян. Владельцы машин и другие соседи пытались остановить нарушителя, но безуспешно. Мужчине удалось скрыться, однако избежать наказания ему не удалось. Оперативники разыскали его и задержали. Это все на сегодня. С вами был Николай Скинтиян. Берегите себя. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова